В общежитии Златоуста снова упал потолок. На этот раз большие глыбы бетона рухнули на общую кухню. Наверху долбят на крыше слесаря. Вчера предупредили, что все рухнет, чтоб не долбили. Сегодня утром предупредили, что все рухнет, не долбите. В итоге все рухнуло. По словам жителей, огромные куски упали в мойку и на стиральную машину. Также оказался пробит водопровод. Пробило трубу, заливает мою машинку. Кто будет мне ремонт оплачивать машинки, я вообще не знаю. Чуть раньше в этом же доме потолок упал на ребенка. Мальчик едва не погиб, когда пошел в ванную комнату. Я помылся, вышел, вот сюда встал, на меня упала доска одна. По словам местных, в доме капитального ремонта не было больше 20 лет, хотя по квитанциям люди платят исправно. Общественники решили помочь людям и просят администрацию Златоуста признать дом аварийным и расселить людей. Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению полномоченными лицами требований жилищного законодательства, в том числе по признанию дома аварийным и подлежащим сносу, содержанию и ремонту общего имущества собственников жилья и оказанию услуг надлежащего качества. Тем временем следователи Следственного комитета начали свою проверку по факту обрушения потолка на ребенка. И кажется, теперь дому предстоит новая проверка. Субтитры создавал DimaTorzok